Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Короте Анапа, поселок Джимате. Мы находимся на проходе к морю через Уральский самоцвет, это бывший детский лагерь, и через улицу Морскую. Сегодня мы также посмотрим еще и первый проезд. У нас на улице Шторм. Мы были только что у американца, он работает возле Хинкани. Смотрите, в прямом эфире было интересно и вкусно. Ему спасибо за великолепные гонконгские вафли. Если у него были, пишите свои отзывы. Сейчас мы попробуем вас прогулять через этот проход, показать, что здесь есть. С левой стороны, смотрите, фарк аттракционов, здесь разнообразные напитки. Просто трансляция у нас лагает, и хочется, чтобы работало все получше. С правой стороны, тут тоже уже идет во все строительство разнообразных киосков, то есть запускают по полной работу. Вчера, кстати, у меня ребята писали, что там сделали им очень дорогой рисунок, татуировку. Поэтому будьте внимательны, узнавайте конечную сумму, то, по чем стоит. Экскурсионные точки, фарк, кстати, аттракционов очень большой. Куча здесь, места много и людей. Вы можете видеть, что возле каждой точки там тиры, все остальное, но тоже предостаточно. Тут потихонечку готовятся шашлычники, уже жарят шашлычки. Дети везде смеют. В общем, красота. Панси натуральские самоцветы. Там находится столовая по вывеске. Фрукты, овощи продают. Здесь жалко бесценников. И огромный выбор разных аттракционов, еды, мороженого. То есть все, что надо, не надо. Так, здесь подвоз товаров происходит. Обойдем эту территорию. Шармы работает. Здесь вот тоже фудкорт. Жареная пища. Шашлычки должны будут готовить. Здесь, ребята, морепродукты готовят. Тоже выглядит интересно. Это ароматы здесь, конечно, вау. Кофе. Розов. Ну, я смотрю, что еще не в полную силу запустился проход. Потому что некоторые ролеты открытых. Это сегодня самый тот день, когда надо, как говорится, косить денежку. Так как на море не покупаться. Там шторм, вы видите, впереди. Просто был уже сегодня на пляжах. И встречал здесь подписчиков своих. Очень интересно смотрится. Мне очень нравится наблюдать за курортной жизнью. Как она происходит. Потому что смотришь, как люди ходят, так приглядываются. Им все это надо. Там все понабрать. Здесь, смотрите, столовая. Здесь готовят хачапури по-аджарски. Машарочки. Вот этот мужчина. И также еще шашлычки. Можете увидеть вкуснейшие, привлекательнейшие. Есть зона отдыха большущая. Пиво продают. Фулл хаус здесь слева столовая. Также вот, пожалуйста, бар. Есть, в котором можно пойти, посидеть. И предлагают разные коктейли, дымные, паровые. То есть, ребята, очень-очень-очень-очень большой выбор всего, чего только вам надо. И постепенно выходим на улицу морскую. Все, пансионат вот на этом месте заканчивается. Здесь свободный проход осуществляется. И посмотрим. Здесь, ребята, я смотрю, в этом году прям сделали все красиво. Мы с ними давно уже, кстати, дружим вот этой торговой точкой. И у них тут неплохие такие цены на всю их продукцию. Давайте глянем, че почем. Здравствуйте. Здравствуйте. Почем огурцы? Огурцы 70. Помидоры? Помидоры 120. Дальше? Это царский огурец 140. Дальше? 150. Яблочки. Здравствуйте. Яблоко там 110. Слива? Слива 160. Персики пошли. Жири они по 180, 170 обычный, нектарин 160. Угу. Виноград. 230 без кости. Давай вот этот бочевой набор пробежимся. Капуста. Капуста 70. Морковка. Морковка 80. Свекла. Свекла 65. Кабачки. Кабачки тоже 65. Баклажаны. Баклажаны 180. Перец. Тоже 180. А, зелень? Зелень они по весовой, которая даем 100 грамм 30 рублей. Угу. Так, ну и вот с этой стороны давай еще. Картошек. Картошка 60. Вот такой лук. Яблочки 200 рублей. Обычный? Обычный 70. И абрикос это наш местный или нет? Нет, это армянский. Почем? Очень сладкий вообще. 180. Угу. Так и? Ребята, как это? Самый сладкий это. Пробуй, я скажу. Пожалуйста, я... Спасибо. Полоснем попробуем. Так, яблоки. Ну и арбузы давай с дынями. Арбуз, там два вида есть. Арбуз есть по 50, есть 70. Дыня? Дыня 120. Клубника? Клубника 290. И черешня? 290 черешня. Все вроде бы. Ну и вот давай голубика. Ну они весовые, это не продам. По стаканчикам сколько? 150. Любой, да, стаканчик? Все, продобывающий. Малина эта, там все по 70, 80. Ну смотри, то любой, то не любой. Кукуруза почем? Пока 80. Когда подешевеет? Скоро будет акция 3 за 100. О, ждем эту акцию. Все, ребята, что вы не ждете акцию? Да, я не ждет. Все. Писаны. Спасибо. Здесь, ребята, видите, тоже пивасик предлагают. Это пересечение улицы Морской. И улица Виноградная у нас же, Матэ. Можем зайти, вот посмотреть, бон аппетит столовая. Тут ребята тоже готовят вкусненько. Почему не обязательно? Пошли, покажи людям, что ты. Здравствуйте. Здравствуйте. Снимай его. А слушай, а мы сегодня две камеры. Ты мог стать знаменитым. Ты куда пошел? Убегают, смотри, чайки. Тут ребята жарят шашлычки. Я... Вкусняшки, да? Приятного аппетита. И можете посмотреть, как вы глядете. Ух ты, какие стекла. То есть, кто прям хочет, чтобы никто не чихал на его продукцию, то берите здесь очень высокие стекления. Потому что никто даже не может ничего сделать. Выше людей, которые здесь стоят. Первое блюдо. И по ценам. Ребята, мне тут надо вот так приближать. Разрешите? Отлично. Красота. У меня еще будут макароны. Он тоже с семьями кушает. Это был столовая. Бон аппетит. Смотрите, ребята. Кафе черноморской кухни. Рыба и дым. Еда из моря. То есть, это одно из крутейших заведений на Джимате. Я вам советую даже посещение. Смотрите, что сразу предлагают они. Большущий выбор. И смотрим. Здравствуйте. И вот такие выборы. Я делал обзор на это кафе. В прошлом. Очень вкусно. Черноморские продукты. И самое интересное, это то, как здесь выглядит вообще это заведение. А таких других мест, в принципе, у нас в Анапе и нету. Хорошая работа. В общем, улица Морская. Это одна из таких самых оживленных, наверное, улиц. В Джимате очень много здесь людей проживает. Потому что все сдается. Все, что только можно. Здесь очень много как бы и фудкортов. Видели, что и развлечения здесь появились. То есть, работать здесь люди будут на полную катушку. Для того, чтобы вам хорошо отдыхалось, ребята. А мы же проходим чуть дальше. И отсюда уже видим, как выглядят дюны. Красота. Здесь левой стороны вилла Каталь подоходится. Раньше здесь была вообще просто небольшая территория. Старый домик стал. Бац, потом вилла появилась. Кофе с собой. Ну и пляж. Прямо рядом. Смотрим, пляж в море. Fire food. Огненный дом. Интересно, что там. Ни разу не пробовал. Может быть, вы расскажете, если ели. Дети спешат на море. Красотища. Тут настил. Можете увидеть, что его потихонечку подсыпает песочком. Ну и их каждый день расчищают. Чтобы это было красиво и хорошо и удобно вам ходить. То есть, буквально 5 минут от проспекта и вы уже на море пришли. Радует в этом году, что хотя бы дюны от всякой торговли поосвобождали. И можно спокойно приходить сюда, наслаждаться всеми этими моментами по полной программе. Говорится, отдых, красота и чистота. Единственное, что мне жалко, что дюны вообще наши пострадали от потопов. Тут когда были, разрывали их. И делали возможность, как говорится, доступа воды оттуда. Сейчас уже 2 года никаких последствий нет. Потопов все отлично. Так что, можете спокойно приезжать на отдых и наслаждаться им в полной мере. Сегодня, как я и говорю, день добрый. Эти, почему у вас лежачки сразу, скажите? 300 рублей, абонемент 5 дней, 1000 рублей. Вот так вот, ребята. А катамараны? Катамараны, получается полчаса 500. Час, 1000. Понял. А еще какие есть интересные услуги? Вот домик этот. Да, вот как бы кафе, штам, там можно перекусить. Поесть? Климонад, да, поесть. А ты не поесть можно, да. Спасибо большое. Мороженое. Хорошая работа, ребятки. То есть, все, что надо. Масаша подойдем, покажем. То есть, вот вам информация вся. Пляж, в принципе, чистый. Людей сегодня немного. Таблички выставлено. Дальше, так понимаю, люди уже сами определяются, что им хотеть, чего делать. Фоткать море можно. Кстати, здесь волна гораздо меньше, ребят, чем мы сегодня были в Витязево. То есть, можно в более безопасной зоне, вот где мужчина по колено вообще спокойно купаться. Я думаю, что будет интересно узнать температуры, которые сегодня у нас тут присутствуют. 28,1, это температура воздуха у моря. И сейчас замерим температуру водички. Чуть-чуть водоросли плывут. Но нет такого, что, знаете, как встать там, не пролезть. Они все плывут, кстати, в Анапу. Температура воды 25,7. Видите, здесь было, а нет, чуть-чуть еще падает. Ну, 25, потому что вроде бы все остановилось, я думал. Вот, наши люди, хорошего отдыха. От душе. Короче, не сильно изменилось, 25,3, друзья. То есть, такая вот вода. Инфраструктура присутствует, все информированы. Должно быть все хорошо. Но в большом случае, к большому сожалению, не все слушаются. Это была улица Морская. Сегодня еще пойду сниму первый проезд для вас. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...